Виктория Сумар Виктория Сумар Виктория Сумар Виктория Сумар Виктория Сумар Сергей, но ведь сегодня 25 марта. 1 марта Владимир Путин, президент России, получил от Совета Федерации разрешение на войск Крым. 1 марта это произошло. 25 дней спустя наконец Верховная Рада взялась за голову и сообразила, что уже потеряли Крым. Вообще на самом деле какое-то безумие. Я понимаю, что смутное время на Украине, нет президента, есть исполняющие обязанности президента, но в конце концов исполняющий обязанности президента должен эти обязанности исполнять. 25. Существует Министерство обороны, существует исполняющие обязанности министра обороны. Ничего не происходит. Забирают Крым. Сегодня речь идет о том, что волнение в Одессе, в Днепропетровске, в Донецке, в Харькове ждут, когда заберут остальные области. То есть, когда опять-таки там пройдет референдум и Россия потом ведет свои войска и в эти районы. Ну, есть еще более предовые идеи, которые высказал Жириновский, об этом мы позже поговорим. Он просто предложил, как Гитлер когда-то предлагал Англии разделить, вот Польшу или Германию разделить Польшу между собой. Вот Жириновский сказал, давайте по-честному поделим Украину между Россией и Западом. Пять областей отведем Западу, остальное все отойдет к нам. На самом деле речь идет на сегодня о том, что на начало вот этой кампании, вы вспомнили 1 марта, в общем-то в Крыму было порядка 18 тысяч военнослужащих, которые дали присягу Украине. И говорят о том, что этих войск было вполне достаточно и вооружения, чтобы, ну, по крайней мере, сделать очень достойный отпор противнику. И, по всей видимости, если бы речь уже начинала идти о каких-то горячих действиях, здесь и та, и другая сторона, стороны пошли бы на какие-то контакты. Потому что я все-таки верю, что в нынешнее время война, открытая горячая война, это очень несостоятельная вещь, никому не нужная. Сейчас заявляют, что в Крыму осталось практически 6 тысяч, порядка 6 тысяч тех людей, которые готовы перебраться снова-таки в континентальную Украину и остаться военнослужащими Украины. То есть осталась одна треть, иными словами? Да, то есть одна треть осталась. Две трети обвинять в том, что они все изменщики, предатели, ну, я бы не стал так говорить, потому что люди, которые сидят на отдельном маленьком островке, вот в этой своей части, где не хватает и того, и другого, и вокруг стоят войска. И вы прекрасно знаете, как это делают российские военные, вперед пускают женщины и детей, которые ломают заборы, а потом, ну, в общем-то, известная практика, печально известная практика прошедшего столетия, как это делается. Их трудно обвинить в том, что, ну, и есть просто чисто масса бытовых вопросов, есть зарплата, есть какое-то благосостояние, есть какой-то статус вообще жизненный. Нет, я понимаю, одна из тем, это потеря квартир, то есть, на самом деле, если вы уходите, если вы отправляетесь в Украину, то квартиры, которые вы здесь занимаете, вы теряете, их будут занимать те, кто придет на ваше место. А если вы хотите все-таки остаться украинским гражданином, то вам нужно уже вид на жительство. Сергей, мне сообщают, что сейчас гость нашего эфира на линии. Виктория, вы меня слышите? Да, я слышу вас. Итак, Виктория Сюмар, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вы в прошлом, я посмотрел по вашей биографии, журналист, общественный деятель. Виктория, приветствую вас в эфире телеканала RTNWMNB. Сейчас вас услышит вся русскоговорящая Америка во всех штатах. Мы вещаем на все штаты, и даже несмотря на разницу во времени с западным побережьем, сейчас, в общем-то, начало седьмого утра, нас там тоже слушают. Так что, давайте начнем разговор. Я рад, что вы в эфире. И первый у меня вопрос, поскольку мы ожидали вашего появления, в эфире начали уже разговор с Сергеем Михеевым. Я хотел бы задать вам очень короткие вопросы. Сходя из того, что происходило после первого марта, после того, как Совет Федерации России дал добро российскому президенту на ввод войск российских в Крым, неужели нельзя было вести чрезвычайное положение в Украине, исходя из того, что забирают часть территории, исходя из того, что какие-то совершенно непонятные люди в камуфляже, без шевронов, без нашивок, начинают хозяйничать в различных регионах страны. Несмотря на то, что я сейчас, я думаю, не один, мы можем посмотреть огромное количество выставленных видео в интернете, где показано, как те или иные экстремисты разбираются с теми, кто им не угоден в разных городах Украины. Неужели нельзя было вести чрезвычайное положение? Почему нужно было ждать 25 дней? И сегодня, насколько можно судить по сообщениям, и исполняющие обязанности президента Украины, и исполняющие обязанности министра обороны, то есть я говорю о Турчинове, я говорю о Тенюхе, они попросились в отставку. Пожалуйста, вам слово. Ну, у вас совершенно, честно говоря, неправдивая информация. Турчинов не просился в отставку, а когда, собственно, этот вопрос обсуждался в парламенте, его поднял один народный депутат, Турчинов, собственно, ручно поставил на голосование вопрос о своей отставке, и в поддержку было всего лишь два голоса. То есть только два члена украинского парламента сегодня проголосовали за то, чтобы Александр Турчинов перестал быть главой Верховного Совета. Фактически этим он подтвердил полную легитимность сегодняшней украинской власти, которая опирается на легитимное избранное парламентское большинство. Ну, вот видите, я, кстати, хотел здесь акцент такой сделать, поскольку сегодня огромное количество различной информации поступает как от российских СМИ, так и от украинских СМИ, и иногда просто не знаю, чему верить. Так что то, что вы говорите, эта информация бесценна для нас. Я еще раз говорю, мы основываемся на том, что мы видим на экране монитора, что мы слышим с телеэкрана. Ну, еще раз повторю, таким образом, Александр Валентинович Турчинов абсолютно не боится, собственно говоря, подтверждать собственную легитимность и получает полную поддержку сегодня в стенах украинского парламента. Что касается вашего вопроса о том, почему не было задействована сила в ответ на очевидную агрессию каких-то там переодетых, но тем не менее очевидных российских военных. Вы забываете об одном маленьком нюансе. Это о 100 тысячах российских военных, которые стоят на всех восточных границах Украины. Мы прекрасно понимали сценарий с самого начала, который разыгрывался в контексте Крыма. Сценарий был прост. Переодеть вот этих людей, изобразить из них какой-то, ну, этих людей, это российских военных, изобразить из них так называемую самооборону, да, это тоже самое, сделать такой аналог на Майдане. А потом сделать все, чтобы украинская власть использовала силу и армию против вот этой так называемой сообороны. Как бы это выглядело? Что есть какие-то самоорганизованные люди в Крыму, против которых украинская власть использовала силу и буквально даже армию. К чему это должно было привести? Так к очень простому результату. У России бы появлялся бы повод защищать русскоязычных самоорганизованных граждан на территории Крыма и всей Восточной Украины, потому что не зря там стоят войска. Это очевидно, они стоят там до сих пор. То есть фактически вот эта угроза, она оставалась. Понимая то, да, что по большому счету такой шаг означал бы, ну, возможно, начало Третьей мировой войны, были приняты решения действовать все-таки для обеспечения жизни и безопасности граждан. И Украины, и России. Это наш принцип. Мы вышли с Майдана, где, к сожалению, потеряли очень многих людей, и мы не хотели повторения смертей. Это сценарий другой страны. Это сценарий России. Я еще раз хочу, для наших телезрителей, Сергей, для наших телезрителей я еще раз хочу сказать, что сейчас в эфире заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктория Сюмар. Да, Сергей, пожалуйста. Виктория, это вопрос с украинского берега. Смотрите, вот я сегодня слушал выступление Дания Соболева, Сергей Куницын с его заявлением по поводу того, что он осуждает те действия, которые были предприняты нашими властями. Я очень доброжелательно, как гражданин Украины, настроен к нашим властям. Но это уже не похоже на какую-то внутрипартийную, межпартийную, внутрифракционную какую-то борьбу. Это уже какое-то формируется мнение. Вот я посмотрел последнее выступление, одно из последних, Андрея Порубия, вы вместе с ним стояли, по-моему, на заднике Верховной Рады, где он говорил о том, что Путин собирается продолжать русскую весну в Украине, что этим Крымом все не закончится. Это все так, и я его искренне понимаю и поддерживаю. Но вот у меня создаётся впечатление, что многие достойные политические фигуры, в частности, вот как и руководитель Майдана Порубий и ваш нынешний шеф, они все-таки заигрались в политику, и сегодня они снова предлагают нам какие-то старшинки, пусть даже те, которые соответствуют действительности. Вот какого-то конкретного, четкого плана действий вот я на сегодня не вижу. Почему же? Почему же? Вы меня простите, конечно, у меня не так много времени, к сожалению, чтобы долго проводить его в эфирах, но я вам хочу сказать, что с одной стороны вы говорите о страшилках, но тем не менее большая армия на твоих границах, которую никто не собирается отводить, по крайней мере, этих действий мы не видим, а наоборот происходит наращивание сил, это вы меня простите, это подготовка к серьёзной войне, к которой надо быть готовым. За это время мы, по крайней мере, выиграли время для того, чтобы привести собственные вооружённые силы в полную боевую готовность. К сожалению, вы знаете, что у нас ситуация была достаточно кризисная. Виктор Фёдорович Янукович, который попросил ввести войска на территорию Украины для того, чтобы прикрыть его и его коррупционную семью, на самом деле довёл состояние экономики до достаточно плачевного. Это ни для кого не секрет. Все видели, куда уходили деньги, собственно, после того, как мы посмотрели его имение. В этом контексте, когда вы говорите о людях, которые занимаются безопасностью, обороной, и о них в контексте политических игр, вы меня простите, в Украине происходит президентская кампания, и очень многие люди сегодня действительно занимаются этими политическими играми, не желая понимать, что ситуация военной угрозы со стороны России, это самая главная угроза, это угроза номер один. Тем не менее, я хочу вам сказать, что для Украины, Украине очень повезло, что сегодня исполняет обязанности президента Александр Турчинов, который не принимает участие в президентской гонке. Сегодня возглавляет правительство Арсений Аценюк, который также, насколько мне известно, не будет принимать участие в этой президентской гонке. Но и опять-таки, насколько я понимаю, Андрей Порубий тоже занимается сейчас не политикой, а вопросами национальной обороны и безопасности. В общем-то, все остальное, что вы можете наблюдать, но очень часто, да, являются политическими играми. Это нормально, у нас демократия, у нас избирательный процесс, он как раз в разгаре. Но, тем не менее, факты говорят сами за себя. Виктория, в последние дни было задержано до 9 тысяч российских граждан, которые попытались попасть в Украину для пропагандистской и организационно-подрывной работы. Каковы планы в данном случае? Сегодня, 25 марта, мы находимся на расстоянии 25 дней от, опять-таки, того, о чем я говорил, когда Совет Федерации России разрешил российскому президенту применять войска в Крыму. Каковы планы на ближайшее время? То есть, ведь и разбой, и хулиганство в городах, и различные сепаратистские настроения. Как это все успокоить? Не говоря уже о внешней угрозе со стороны России. Есть ли какой-то план? Вы, наверное, очень много смотрите российских телеканалов. Нет, я вообще не смотрю российские телеканалы совершенно. Я думаю, что у вас немножечко привлеченные. Они явно способствуют тому, чтобы представление о ситуации в Украине было, как минимум, некорректным. То есть, то, что вы говорите разбой, но последнюю картинку, которую мы имели, это политические разборки на канале УТ-1 с участием представителей народного депутата фракции Свобода Андрея Мирошниченко. Больше, по-моему, фактов разбоя конкретных не видела. Это было где-то около недели назад. Виктория, я вчера смотрел в Запорожье, в Запорожье вчера, ну опять-таки, я не смотрю вообще российских телеканалов, абсолютно здесь не смотрю. То есть, все, что я смотрю, все, что я смотрю, это... Мы смотрели серьезно дестабилизацию ситуации в Украине. Вы знаете, что у нас уровень преступности не превышает стандартный? Ну, может быть, но то, что я вчера смотрел в Запорожье, то есть, едет делегация, я не знаю, откуда они, с российскими флагами, какая-то пророссийская компания, видимо, проходит в Запорожье, навстречу выходят ребята с украинскими флагами, начинают бить стекла машин, вытаскивают водителей и так далее. Это все можно посмотреть, это все есть в интернете. Опять-таки, Донецк, Харьков, Днепропетровск, в Одессе захватывают людей, которые потом, выясняется, работают на ГРУ, то есть, главное разведывательное управление России. Все это беспорядно. разведывательные службы Российской Федерации, разные экстремистские группы, они активно засылаются в Украину. Что с этим делать, Виктория? У меня к вам вопрос. Что с этим делать? Есть какой-то план? Ну, безусловно, мы, собственно говоря, и делаем. Когда вы говорите о том, что вы задерживаете эти группы, в этом и есть, на самом деле, суть. Вы прекрасно знаете о наших решениях о введении визового режима, что, мы надеемся, в общем-то, будет способствовать большему контролю на границах, чтобы эти люди беспрепятственно не могли проникать на территорию Украины. И, конечно, наши спецслужбы в этом контексте будут работать достаточно серьезно и дальше для того, чтобы показывать задачи, цели и стиль работы вот этих экстремистских групп, которые хорошо подготовлены и хорошо научены и достаточно хорошо проплачены для специальных операций в Украине по дестабилизации ситуации и подготовке военного вторжения. Потому что это не просто дестабилизация для того, чтобы картинку получить. Это дестабилизация с вполне конкретной целью. Сделать абсолютный крымский сценарий, показать, вот ситуация выходит из-под контроля, киевская власть ничего не контролирует, появится какой-то самопровозглашенный региональный лидер и попросит везти сюда войска. И они вот уже практически на границах стоят, им типа долго ничего делать не надо. В этой связи сложится на нас и последний. Вот, скажем так, на... Сергей, Сергей, секундочку. Слава Богу. Сергей, пожалуйста, да, вы, пожалуйста, подождите, когда ректория заканчивается. Вопрос такой, у нас достаточно войск, сил для обороны на Одесском, Херсонском, Донецком, Хайковском и уже теперь, по-моему, даже в Приднестровском направлении. Вы правы, Одесское направление, оно достаточно такое, по нашим данным, самое опасное, но, тем не менее, поверьте, за то время, которое мы выиграли, благодаря украинским военным и в Крыму, в том числе, нам удалось все-таки серьезно усилить собственную обороноспособность и максимально передислоцировать те силы, для того, чтобы они готовы были выполнять те задачи, о которых вы сейчас говорите. Первая задача защита границ. Ну, кстати, Виктория, если исходить... Последний вопрос, собственно. Вот коридор, о котором говорили, что те люди, которые остались верны присяге Украины, смогут покинуть Украину и даже вместе с техникой, они соответствуют действительности на сегодня? Есть какие-то продвижки в этом вопросе? Мы уверены, что именно так и случится. Сейчас происходит определенный переговорный процесс об этом и у нас уже все готово для того, чтобы принимать этих людей. Виктория, вот то, что вы говорили, вот эта позиция, что на границе находятся войска, 100 тысяч российских военнослужащих, поэтому решили не вступать в конфронтацию и таким образом просто-напросто произошла сдача Крыма. Но если исходить из этой логики, то Харьков находится в 40 километрах от границы с Россией. Будут какие-то сепаратистские волнения в Харькове. Опять-таки, рядом находятся военнослужащие Российской Федерации. Можно так и Харьков сдать, можно так и любую область другую сдать. Я еще раз говорю, как в данном случае действуют? Смотрите, что я вам по этому поводу хочу сказать. Крым сдавали ненышние власти, которые, собственно, при власти три недели. Крым, к сожалению, Украина очень мало уделяла внимание Крыму все эти годы. Крым в территории Крыма проживает около 60% этнических русских. И это тоже как бы факт, когда вести действия на этой территории, но это другое. Вся Украина, вы понимаете, что Крым действительно в составе Украины последние 60 лет, хотя, безусловно, это украинская территория. И, безусловно, мы бы хотели более активных действий международного сообщества в контексте защиты и международного права. И как бы суверенитета и целостности Украины, потому что, как вам известно, Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии собственного суверенитета и собственных границ. И сегодня эти гарантии грубо нарушены. Что это значит? В общем-то, это более важная тема и более важная проблема, о которой сегодня должен думать мир. А он должен думать сегодня о гонке вооружений, которая будет следствием Крымского конфликта. Если у нас не работают договоренности, если у нас не работают гарантии, то, к сожалению, мы приходим к тому, что начинает работать сила. Это ту проблему, которую мы сегодня видим. И мне кажется, что сегодня действия международного сообщества должны быть адекватны тому вызову, перед которым сегодня стоит мир в связи с этим кризисом. Виктория, поверьте, мы очень переживаем по поводу того, что происходит в Украине в связи с захватом России, Крыма, с аннексией Крыма. И очень хотели бы, чтобы, во-первых, Крым вернулся в Украине, но, по крайней мере, это мое личное мнение. Мы уверены, что так и будет. Дай бог, дай бог. Удачи вам. Благодарим вас за то, что вы вышли в эфир. Огромное спасибо и удачи. Сергей. Да, я слушаю вас. Да, ну что, мы поговорили, в общем-то, с Викторией Семарей. Еще раз хочу для наших телезрителей сказать, что в эфире была заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сергей, ну вот как вам по поводу ваше мнение, ваш комментарий по поводу того, о чем Виктория говорила? На самом деле, да, стоят войска российские у границы. Ну так что, надо, опасаясь того, что будет военный конфликт, отдавать все и вся. Мне кажется, Украина и сейчас не готова серьезно отвечать на очередные акции, на очередные действия со стороны России. Мне кажется, что это все происходит снова-таки от отсутствия четкого плана действий, который, по всей видимости, должен был еще быть до того, до вот этого 25 дней назад. Потому что тенденции-то прослеживались и многие говорили о том, что это может случиться, то, что случилось 25 дней назад. Не было тогда, не было на начальном этапе. Здесь, мне кажется, мы пришли все-таки на поводу у европейских политиков, которые говорили, главное только не война, только не горячее противостояние. Возможно, это было правильно. Ну, а сейчас вот меня больше все-таки интересует не прошлое, это уже история, меня интересует будущее. Вот я тоже хотел бы надеяться, что Крым будет когда-то, может, хотелось бы в ближайшее время не только до Юра, потому что я считаю, что он до Юра остается украинской территорией, но и де-факто наш. Но, к сожалению, стоит констатировать, что, используя и глубокую стратегию военную, умную стратегию, и просто, ну, извините меня за выражение, политический бандитизм, Россия смогла достичь значительно большего, чем мы, своей вот такой гражданской, высокогражданской европейской позиции. Это приходится констатировать, по всей видимости, это особенности не только украинской политики, а вообще мировой политики сейчас. Присутствует определенный цинизм, вы слышали об этом и в прошлом выпуске, когда мы были с Гелиценко в эфире, с министром обороны. И, к сожалению, вот это очень сильно давит на нас. И существует у нас, у нас называется это комплекс меншевартости, то есть комплекс неполноценности, понимаете, вот наций. К сожалению, вот этого еще у нас нет, чтобы понять, что только мы способны, собственно, решить наши проблемы. Помощь, она нужна, и помощь, в конце концов, я думаю, будет. Но все-таки основная надежда на нас. Тем паче, сейчас у нас не осталось никаких выходов. Мы четко уже, я думаю, надолго отказались от многообещающего русского вектора. У нас остался только европейский вектор. Но снова-таки, Европа чувствует, и мы знаем, что она чувствует, что мы еще не совсем европейская страна. И здесь будут тоже проблемы на продвижении в этом направлении. Поэтому самое главное, чтобы мы, и об этом говорила и Виктория, всема, чтобы мы самоорганизовались и сами себя ощутили нацией, достойной того, чтобы называться действительно нацией и народом. Сергей, уже пора выходить из эфира. У меня к вам вопрос, поскольку мы затронули в разговоре с Викторией эту тему. Я говорил о видео, которое можно посмотреть сегодня, любой может это увидеть в интернете. И там, ну, действительно, я не знаю, право это сектор, экстремисты самого рода, разного рода. То, что происходит в каких-то городах, и то, что можно увидеть на видео, это действительно вызывает изумление и очень настораживает. Виктория говорит о том, что в основном это, я насколько понимаю, пропаганда со стороны России. То есть на российском телевидении показывают все эти ужасы украинские, говорят о том, что фашисты правят страной, ну, а мы как бы теперь россияне выступаем против фашизма. Понятно, это российским гражданам выступали и в 41-45 году, но как же против этого теперь что-то сказать. Это мне понятно, вот все это, весь этот идеологический вектор. А вы, житель Украины, вот сегодня вы ощущаете, что не только рядом с домом, где вы находитесь, но вообще в Украине ничего не ведет к ощущению стабильности. Или же наоборот, как говорит Виктория, не смотрите российское телевидение, у нас, в общем-то, более-менее все в порядке на Украине. Ну, не так пессимистично, как вы говорите, но в определенной степени я готов не согласиться вот с Викторией и ее оценкой. Ну, вы знаете об громком убийстве прошлой ночи Сашка Билова. Это любимый персонаж, в общем-то, российского телевидения, когда он с опталантом, когда он тягал за галстук прокурора Ривного, города Ривного. Ну, это были ужасные, отвратительные, мерзкие кадры, какие-то мерзкие кадры, которые были вот, о котором Виктория вспоминала в национальной компании, телекомпании, что делали с гендиректором. К сожалению, эти факты есть. И, к сожалению, есть вот эти гастролирующие группы, которые и с одной, и с другой стороны, которые ездят из города в город и создают там определенное. Здесь революционное время, здесь тяжело понять, кто прав, кто виноват. Но, к сожалению, тот фактор, о котором мы говорили и который многие подозревали и который сейчас становится все более и более явным, о том, что революцию все-таки делали одни, а сейчас вот руководят несколько другие люди. Я не хочу сказать, что это плохо. По всей видимости, профессия революционера-разрушителя и государственника-созидателя это две разных профессии. Но, к сожалению, вот этого контакта, вот этой мирной передачи, так сказать, эстафетной вот этой политической палочки у нас не произошло. И я боюсь, что в ближайшее время еще будет, это очень серьезная проблема. Министерство внутренних дел заявило о том, что нужно сдавать оружие, что если вы хотите воевать, то самоорганизовывайтесь в отряды обороны, но, к сожалению, этот процесс еще идет очень-очень неуверенно. Поэтому я думаю, что в ближайшее время с этими проблемами мы будем встречаться обязательно. Геннадий. Да, Сергей, благодарю за информацию, за ваш комментарий. Время подошло к концу и я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго. Спасибо.